Мы начинаем наш очередной урок, соответственно, продолжаем. Вот кто-то еще стучится, дорогой Люня. Мы продолжаем большой эпизод, большой сюжет, а именно богословение Якова. Мы кончили богословение Якова, Йосефу и его двоим сыновьям, Минаше и Фаима. А сейчас, по-видимому, перейдем к богословению уже непосредственно остальным детям, то есть коленам Израиля. Вот мы кончили, я проверил. Сейчас я сделаю указку, указка есть. Украшу все? Вот, Люнь, ты у меня первый, давай, начинай. Я уже первый, перегментед. Ну да. Яков, своей ценноргия, сказал им, сказал, ну как бы, привет, соберитесь и расскажу я вам о том, что произойдет в конце дней. Ну да, объяснение здесь понятное. Потому что, ну, аллаф, а, аллаф и без, и аллаф, и эй. То есть с аллаф он как бы призову. Да. А что будет с вами в конце дней? Бахраи таэминь. Ну да, окей. Слушай, у меня вопрос. Да. Сходу, да? Он им сказал что? Он им сказал битасэф. А они ковцу. Это немножко другой договор. Ну, послушай, не знаю. Я, конечно, считаю, что здесь нет никакой пушки. По-простому, с точки зрения отца, он им говорил собирать. Да, да. Ну, они ковцу, да, собрались. Ковцу, это больше и больше проявление, больше активности. Они как-то очень быстро подскочили. Ну, такая момента. Нет, ковцу, это слово куца. Ну да, собрались в кучку, да, правильно. Собрались в кучку, да. И слушали сыновья Якова, и слушали, что сказал, каково Исраэль. Сыновья Якова, но Исраэль, аминь. Опять же, двойственность имени Якова и Исраэля. Ну, беседа, да. Окей. Поскольку это часто повторяется, то он действительно не объясняет. Якова, они идут по порядку возраста его сыновей. Правильно. Ровен, первенец мой, ты, мое начало, и чего еще? Начало силы моей. То есть ты родился, когда моя сила и мощь, наверное, да? Были в самой лучшей форме. Ну да. В самом расстрете сил. В расстрете силы. В Балахэнке, Ахура, Ая, Наге, Леха, Йотэр. Йотэр, Шаак, Йотэр, Оу. Йотэр, Сэд. Йотэр, Шаак, Сэд, правильно. Йотэр, Сэд. Тебе бы полагалось больше мощи, больше сэдэ, ну тоже это больше. Да, как бы параллельно, окей. Да. Кебэн, Арауэй, Ая, Шэ, Наса, Аль Ахэха. То есть это Кебэхор, Кебэхор. Кебэхор, Арауэй, Йе, Шэ, Теса, Аль Ахэха, Вэйтиске, Бешэлтон, Шалалэ. То есть как первый сын, тебе бы полагалось быть выше своих братьев и управлять ими. Ну да, но там как бы вставляется бы, полагалось бы, потому что... Да, полагалось бы. Кебэхор, Арауэй, Ая, как бы Арауэй, Ая, на то есть. Ну да. Улям, Бегляль, Аль Ахэха, Пахазы, Камаэм, да, но из-за того, что ты такой тюпучий, да, как бы сказать. Да, Пахазы в современном мире тоже есть. Не очень часто, насколько я понимаю. Пахазы – это человек, который делает что-то так в спешке, необдуманно. Ну да, Пахаз, да, в хизут, да, есть такое, да. Ты такой тюпучий товарищ. Поспешный, да. Ну да, что-то тюпучий. Очень хорошо. Бэйцин, шэль, бутэха, вы наградут, абейцин, эквит, аль тватер. Аль татар, аль татар. Аль татар. Ну, помоги мне с этим. Ну, смотрите, тут опять текст, как бы, очень такой высокий. Поэтому мы, идея такая, мы не будем стараться искать точное соответствие в русском языке, а постараться понять, как бы, смысл, исходя из того, что написано. Хорошо? Бэйцин, шэль, бутэха. Я думаю, бэйцин от слова эд, мне кажется. Хотя тут тэв поменяется. Нет, мне кажется, нет. Я думаю, в суре, из-за того, что ты бзилтэха, ну, позиция, это как пахас, это очень близко к эхам. Позис, опять, это поспешный, да. Витнаутха, билти и квит. И твои, как бы, из твоего поведения непоследовательного. Билти и квит, это просто непоследовательный. Квит, это последовательный. А билти и квит, это непоследовательный. В современном элите точно так же. Нет, бэйцин, бэйцин это причина, из-за того, что. Да, 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 да. Это такое выражение, я его в современном элите не встречал. Ну, по смыслу, да, из-за того, из-за твоей вот этой поспешности и непоследовательного поведения. Да, и бад-то, и тронный эхат, ты как бы потерял свое... Ну, преимущество, да. Преимущество, да, преимущество, словно сказал. Ки алита... Мешкавея авиха. Ну, что-то, когда перенес кровать твоего отца. Ну, да, там же эта история, помните ли? Да, да. Бэйц аль амитат эшит авиха, баат. Эта история с кроватью, она самая такая яркая, яркий пример его поспешности. Ну, да, там же как бы Руэн взял и перенес свою кровать к чему? Нет, он не свою, он отцовскую кровать вернул на место, что-то такое. Ну, по-моему, свою перенес. Нет, не свою, отцовскую. Нет, нет, отцовскую кровать. Отцовскую, отцовскую. А, ну, хорошо, окей. Ну, а там же появился ямно... К этой, к этой, к этой, к этой, к этой, к этой наложнице, а он взял и обратно его. Ну, да, то есть он как бы за честь матери, но вообще в глазах Якова это было совершенно наглое выступление, которое задевало его честь. Ну, хорошо, и он... Асхилальта это... Эцуэй... Ола, наверное. Яцуэй Алла. Да, он как бы ты осквернил вот эти вот... Я не знаю, очень... Давай прочитаем, что он сказал, потому что так по-простому тоже не понятно. Хилальта это Ашер Алла Аля... Аля Целыха. Ну, а... Ты, видимо, вот ты профанировал или, наверное... Асквернил именно. Хилальта, ну... Ну, тут написано Кэвамара Тацмэха. О, это шхена, а шохэна талий Цуай. Я знаю, шохэна талий. Шоу-й Цуа. Цуа это кровать, яцуэй это кровать, ложа. Ясно? Да, 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 в общем... Ты подошел или взошел на кровать, или подошел... Если переводить по-простому, то это какой-то очень такой примитивно-вульгарный перевод, который явно связан с какими-то постельными делами. Но Штензайц, он переводит это, комментирует это все-таки в более таком символическом смысле. Давай его прочитаем. Так, где? Ну, то есть, Хилальта это Ашер Амар Али Цуа. Кламар это Цмэха. О, это шхена, а шохэн Али Цуа. То есть, шхена, которая доходит над этим лозом. Да, то есть, он как бы говорит, что это было неправильно. Почему? Потому что, как бы, ну, постельные дела, Якова и все, его отношения. Это были непростые, как бы, сексуальные отношения, а это было гораздо больше. Это было создание, как бы, колен Израиля. Ну, наверное, в этом смысле. Ну, вообще, он не только задел честь, как бы, Якова, но это гораздо больше. Окей. Врежемый фаршин есть, который комментирует. Алла, Нисталек, Амадца? Да. Поднялся и, как бы, ушла кто? Ну, он понимает, что Алла в смысле, вот то, что здесь написано, Алла, это в смысле Нисталек. Алла, это ушла. Амадца в данном случае Квади, то есть, как бы, ушла моя честь. Опять же, на ту тему, что ты задел мою честь. Окей? Что это значит, Яков Лефрош? Ну, Лефрош, Лефрош. Лефрош, вот, Лефрош, не, да, Яков Марсезе. Не, Эков, Эков, Эков. Эков, Эков Марсезе, да. Да. Ты прав. Да. Или, или как, что ушла моя честь. Что он имеет в этом в виду, тут уже более... Когда Яков отдалился от Бензы... Нет, Шеуцрах, Яков, что Яков был вынужден, ну, отдалиться, уйти. Вообще, когда говорится Лефрош, то это прекращение, ну, я не знаю, как это сказать, интимных отношений, скажем. Это называется Лефрош по-простому, да. Не Билена, Эков Марсезе. Из-за этого, да? Ну, да, из-за этих дел. То есть, из-за того, что я сделал, то мне пришлось как бы уйти от Били. Да, еще. О, о, это... Да, или килает эдвицеей, что я, царих, ли ждет, лемала, умевр, лемашмот эхан. Вот, именно, да. Как бы, не твоего ума дела. Ну, да, влез не в свое дело, по сути. Да, да. Аль-Каха Ни-Халим Ни-Хая Тран-От-Абухура Вот из-за этого от тебя отнимают Все твои преимущества Да, это отнимается, да А кстати, как и кто знает Ну, не знаю, как на современном рите будут Просто не кстати сказать Я молчу Молчи, да Мы на иврейских простынях спим, поэтому мы молчим Да, мы молчим, да Ну хорошо, народ не знает Мацаим Поэтому и мацаим здесь В этом смысле, да, логично Так, я отдаю право Давай, да, Ань, читаешь дальше Вопросов нет, если у кого-то есть вопросы Спрашивай Так Шимон Валеви Ахим Шимон и Леви Брация Нирэ шагайта Байнеем Крыва Крыва Только Кирва 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 Кажется, что между ними Была как бы Ну, очень близкая Излишне близкая Ну, да То есть Два брата тебе Два брата Ну, не демократа Наоборот Два брата, которые все время Думаю вместе ходили Значит, они действуют Сообща вместе И поэтому Даже Яков Обращается к ним Вместе Одновременно Ну, да Мне кажется Вот это вот Аф Это не даже Хотя иногда Хотя часто Действительно Надо даже А это И Яков Яков тоже Яков тоже Поэтому Да, да, да Да Коль Клей Хамас Да Клей Хамас Клей Наш Нешек Да Мы Хротыгем 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 Значит Орудие Гребежа Насилие Ну, он поясняет Клей Нешек Нешек Это тоже там Что связано С оружием С войной На современном Веде Клей Нешек Это просто оружие Ну, оружие Да Орудие Убийства Войны Да А мы Хротыгем Ну Как сказать Мы Хротыгем Они знакомы Или они Известны Вот Штензальц Штензальц Так и комментирует Молода там Молода там То есть Как бы С детства Врожденные Врожденные Свойства У них Это Какой-то Войны С детства Вообще Говорят Такие Войны Ребята Такие Зеу Бітуи Циюрі Циюрі Лахен Леках Леках Шеме Мекомам Аришон Гаглу Аль Харбан Значит Это выражение Описывает Что Только вот это вот Циюрі Здесь Это прилагатель Правильно Бітуи Циюрі А Описать А Типа Писательное выражение Ну Красочное описание Художественное Художественное выражение Что Миму Камам Миму Кумам Аришон Ведь он же здесь переводит Вот это вот А не сык Сык В первом месте Поднялись Или как что Или наоборот Нет Выросли Выросли Молоды там То есть с их родины В смысле что с места их рождения Изначально Рождение Гадлу Как это Харбан Как разрушение получается Нет Гадлу Аль-Харбан В смысле выросли на мечет В смысле что они все время Допечены были А вот там Харбан Хорошо А там мне так кажется Да Хорошо Ну а значит так и есть Так Бесодам В их Ну как бы там Переводят как В их заговор Или в их секреты Ну да Здесь в их секреты В смысле в их дела Я не вхожу Помним историю с Бина Бесодам Бемасеем Асудим В их тайные В их тайные дела По б Моцотеем Или в их как бы Советы Ну в их заговоры Да В их замыски Аль того на вши Не войдет душа моя То есть не хочу я Участвовать Он до сих пор Как бы говорит Считает Что вся история С Диной Сушхем Она была неправильной И он не хочет Быть частью Да Ба кагалам Аль тэхат Водзи И не как бы Вообще С их обществом С их обществом Не соединяйся Честь моя Ну да И ныне Ротце Шахвадзи Этьяхат Этьяхат Объединиться Этьяхат Этьяхат Вейкшор Им кагалам И с Людями Так И моя честь Не как бы Не соединяется И не связывается С их С их обществом Ну вот С такими Да С обществом Таких людей Скажем Да Окей Ну да Иш имеется ввиду Аншэшхэм То есть Ишим Не одного человека Ну да Так Уверсунам Икру Шор И как это Подрезали быка Или что-то такое Зарезали быка Что-то там Ну в общем Мы с животными Тоже поступили Соответственно Значит да Дальше будет Так Икру Икру О Хатху Хатху Этраглей Абагемот Шэльтошвэйшхэм То есть Подрезали Зарезали Ну в общем Тоже Животным Животным Жителю Сема Кахшэло Йохлу Легоиль Вот Так что Их нельзя Больше было Ну Использовать Ну да Ну да Аруш Апам Киос И проклят Гнев их И басилен Ну да Яков Калиль Килей 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 Проклинает Проклинает Касэм Шэвер Агдулот Аруин Аруин Проклинает Идем Который Как это Самый Какой-то Очень Очень сильный Или Чрезмерный Ну подожди Просто дословно Давай дословно Шаман Который перешел Переступил Границы Подобающих Подобающего Подобающего Да Подобающих Границ Вышел За границу Да Да А вратам Касам Опять же Тоже Опять Ярость И ярость И кашта Ярость И его тяжела Да Акаша Акаша Медай Слишком Чересчур Чересчур Тяжела Да Мы шумках Ахалкем Баяков Баяков В афицем Ба Исраэль И разделю В Якове И Россию В Израэле Да Так Гэмом нам И мшиху Выйет Шней Шветим Они Действительно Они продолжат Быть Быть Двумя Каленами Ах Яфу Ифузру 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 Ну да Иску Бэмакон Каву 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 Мегудэр Каву Баянахихам Однако Они Как бы Они рассеются И не удостоятся Места Определенного Места Постоянного Места Между Своими Братьями Мы знаем Что Левиты Действительно У них Не будет Как бы На делу Они будут Жить в разных Городах А Прошимон Тоже Говорит Что Они будут Какими-то Странствующими Какими-то Чем-то Таким Что будут Зарабатывать Так что С места На место Переходят Интересно Мне кажется Не с точки Грамматики Уже помню Что тут В истории С Дин В общем Прошаним Они Всячески Пытаются Оправдать Шимона И Леви И Как бы Говорит Что у них В общем Бывают Всякие Аргументации Которые Говорят о том Что на самом Деле В общем Жители Шхемы Они Заслужили То что С ними Сделали Но вот Интересно Что Рафштен Зальц Он как бы Комментирует Явно В том Смысле Что Яков Совершенно Не принял И Это И Смертном Андре Он все равно Повторил Что он Совершенно Не принимает То что они Сделали Ну Это так Замечание Как бы Грамматики Это не имеет Осового Этого Но тем не менее Интересно Ну хорошо Арслан Да Дальше Хахамин Ага Да Мудрецы Говорят Ну что Когда услышал Иуда Слова Отца Его Да К Трем Братьям Старше Него Да Атер 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 Урер Итер Бо Итер Бо Проснулась В нем Или Пробудилась В нем Что Хашаш 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 Это ну как бы Подозрение Опасение Он стал Опасаться Потому что Они все Грубо говоря Он начал Как бы С того Что он Вообще говоря По голове Не погладил Он всем Как бы Вставил Ну соответственно Он сейчас Тоже получит Гамли Поклялся Да Не Почему Хашбону Также В отношении Иуда Были различные Как бы Хашуоны Различные Как бы Пресеты Скажем так Да Разные Им И с делами И с делами Как Отбежали Убежали Убежал Убежал Типа Отбежал Я уже говорил Сейчас Очень часто Слышно Что что говорили про Хамас, мурта, мурта, мута, это когда твой враг, он, ну, как бы подавлен, может быть, сказать, да, то есть он, мурта, это подавлен, он не может делать или не способен делать то, что он хочет, в данном случае, что мурта, он был подавлен и отступил назад, то есть он был, и из-за того, что он подумал, сейчас на него тоже понесут, да, он, как бы, в общем, грубо говоря, отступил назад, но не рта, в смысле, что он не пошел, не подошел к Якову, а, видимо, пошел назад, поэтому сейчас Яков должен, наоборот, что-то такое сказать, что при близости его сказать, с тобой все нормально, не уходи, такая идея, окей, вот дальше, Ницрах, Алиф, Ницрах, Алиф, Ликро, Ло, Ницрах, Церах, был, ну да, был вынужден, Ницрах, от слова Цор, да, был вынужден его отец, а его отец призвать его, да, призвать его, ага, ну да, то есть он ему сказал, Юда, в смысле, что ты не надо отползать назад, все нормально, стой на месте, на ход, на ход, на ход, это в смысле, что ты не тот, что у тебя нет ущербов, а та на ход, мысль, что а та не ниже кого-то, а та у тебя к тебе нет ущерба, ты не хуже, ну как угодно, да, на ход, на ход, на ход, на ход, это какая-то позиция, которая, ну низкая, униженная какая-то, ну да, это что-то типа по-русски низкий старт, от слова, да, нах же, это что-то такое внизу лежащее, ты не такой, не надо, не бойся, не уходи. Я думаю, Юду, это в смысле, что от слова, то да, тебя восхвалят, тебя восхвалят, братья, да, ну восхвалят, благодаря, да, и так, и так же переводят, и так же дополняет, что называется, как он пишет, ахиха, 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 ехлеку, ехалкум, 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 ехалка, вот, да, и братья отдадут часть тебе, что-то? Ну отдадут часть, в смысле, что они будут уважать тебя, но по-русски не говорят разделять или наделять уважением, по-русски так нельзя сказать, просто человеку как бы, как это, уважить или, как еще говорится, уделить уважение. Указать, указать, указать уважение. Ну да, да, выказать, да, был такой, выказать, указать, указать, указать. Да, на иврите это называется лехалек, то есть как бы разделить, но идея понятна, ки-е. Ки-е-да-ха, ки-е, б-о-ре-ху-и-вэ-ха. Да. Потому что твоя рука будет на шее твоих врагов. Ну да, на затылке, на затылке врагов. То есть они будут бежать от него, а он их будет настигать и хватать за гривы. Окей. Тахнея э твой вэха. Да. Ну врагов твоих тахнея. Тахнея, лаиканалы. Да, ахнея это заставить. Унизить, усмирить, унизить. Ну да, интересно, что вот на иврите слово ахнаа, это капитуляция, то, что по-русски называется, тоже такое чисто русское слово. Ахнаа, правильно? С другой стороны, насколько я понимаю, глагола не сделают. Нельзя сказать, что ты заставил, ты капитулировал врага. Он капитулировал, но это как бы типа страдательного получается. А на иврите в эфиле, таки да, есть тахнея, это означает, в общем, привести к поражению. Ну вот так вот. Но это от слова привести к капитуляции. Просто на иврите это можно сказать в одно слово. Лаахнея. Окей? Тахнея тоже вэха. Да, дальше. Вело-зе бельват. Вело-зу бельват, да. Иштахаву леха бней авиха. Да. Аф тем киншоль аль ахиха. И не только это. Правильно, не только это, да. Иштахаву хабней авиха. Ну, поклонница тебе братья отца твоего. Да, братья отца твоего, да. То есть все братья будут тебе поклоняться, да. Не братья отца, а сыновья отца. А, сыновья, да, да. Иштахаву леха с киншоль аль ахиха. Абней авиха. Абней авиха в смысле братья, да. И даже будешь властвовать над братьями. Да, даже будешь властвовать над братьями, да. Иуда. Иуда. Абен. Аришон. Хамесомель. Да. Амцаут. Баимцаут. Баимцаут с помощью. Баимцаут. Баим. Да. Иуда, он был сыном первым. Хамесомель. Хамесомель от слова семель. Семель – это знак, символ, которого, ну, как в описании, описывая которого, прибегает к символике животных. Скажем, вот так длинно по-русски перевести. Баимцаут, Баалэ, Хаим. С помощью животных. То есть, он его сравнивает со львом. А потом дальше уже будут всех сравнивать тоже с этими самыми, с животными, соответственно. Окей. Баимшех, Ицак, Яков. Это на наф. Да. Баимцаут, Хаёт. Баимцаут, да. Баимцаут, Хаёт, Носфот. Правильно. Ицак, Ицак, Яков. Ну, в дальнейшем, Ицак, это, в дальнейшем представляет Яков своих, своих детей. С помощью чего? С помощью животных. Ну, других животных. То есть, он будет про всех говорить. Ты там осёл когтистый, ты там ещё, ещё и так дальше. Окей. Кто про Юду сказано? Гур-Ария, Иуда. Молодой лев, Иуда. Ну, Гур-Ария, да, это львёнок, либо молодой лев, да. Гур – это вообще щенок на иврите. Или по-русски не говорится щенок льва, а говорится львёнок. Львёнок. Окей. Митера бне алита. Митера бне алита. А бне? Да, бне. А ну, растерзать что-то… Ну, Митеров – это растерзанное. То есть, он напал на кого-то, растерзал и встаёт от этого. Ну, такая идея, да. То есть, символ победителя, который терзает своих врагов. Сначала же была рука на загривке, а теперь уже как бы… Ну, вот это, видимо, всё то, что делает льв. Лев затем-то гонится. По-видимому, лапой бьёт в загривок, тот, значит, падает, превращается в терров, он его терзает. Кстати, терзает от слова «терзает» и «терров» очень близко, кстати, по звучанию. Русский иврий. Дальше. Ка-ре. Ка-ре-тур-еф. Ну, как лев он терзает. Нет, как ка-ре-тур-еф. Ну, да, как лев терзающий, как лев терзает, да. Это такое выражение еврейское. «Ят-аль-льона» значит победить, дословно, рука сверху. И каждый раз твоя… Каждый раз ты выходишь из… Ну, из сражений, из противостояния. И твоя рука на… Наверху, либо ты выходишь победителем. Каждый раз ты выходишь победителем из сражений. Ну, это вот символика такого побеждающего льва. Окей? Давайте, наверное, я передам. Нет проблем. Тимофей, ты можешь дальше? Беофен. Да, давай попробуем. Давай. Беофен ахер. Ит паршу. Мелим. Элу. Керемес. Лемхират. Йосеф. О, интересно, другая тема, да. Другим образом, поясняют слова эти, как намек на продажу Йосефа. Да, сто процентов, все правильно. Яков, айудэ, ата, эт партей асипур. Пиртей. Пиртей асипур. Омер ле гуда. Да. Значит, Яков, знающий тогда детали рассказа, говорит Йоди. Ата ицалат. Нет, нет, ицальта. Ицальта. Это просто... Ата ицальта. Да, и фильм в отношении к тебе. Да, ата ицальта. Ата ицальта. Ата ицальта от Йосеф. Да. У Мината. Мината. У Мината от Ригато. Ригато, правильно. Так. Помогай. Что-то не уверен. Ата ицальта. По простому смыслу все. Да. Выручил. Спас, выручил. Что-что? Выручил, спас, выручил. Ну да. Яков. Да. Юде, ата, эт партей асипур. Яков теперь знает все детали рассказа. Рассказы, истории с Йосефа и его братья. И он что говорит Юде? Да. Он говорит, ата ицальта от Йосефа. Ты спас Йосефа. Да. Просто по прямому смыслу. Ты спас Йосефа. Ума нато – это ригато. Что такое лимно? Лимно – это противодействовать или противостоять. Лимно – это не дать чему-то совершиться. Правильно? Да. И ты не дал его совершить, его убийство. Ты, в общем… Предотвратил его убийство. Да, правильно. Вот вылетел на слово. Да. Предотвратил его убийство. Правильно. Кара, равац, кэ, арыя. Карье, да. Карье, ухлави, ми, екимэну. Правильно. Так. Ну вот, кара, ликро, берах, ликро, берах – это преклонять колено. Каравы, равац – это как бы, на мой взгляд, это символика льва, который, ну вот, он же описывает сначала, он гонится за кем-то. Правильно? У него рука на затылке. Потом он его догоняет и поражает его, и тот падает. И превращается в трефу. И он его турец. Ну а когда уже после первого и второго, и он как бы насладился этой самой победой и так, то он как бы кайфует, отдыхает. И что такое кайфует, отдыхает? Это вот кара, равац. Кара – это как бы, ну, равац – это, говорится, это специальный глагол про животных. Про животных не говорят лежит, а говорит равац. Ну, он и говорится. А та, в общем, как бы, ну, не знаю, не валяешься, а та лежишь, отдыхаешь, как вот, как этот самый, как ариет, как лев, да? Укрилови миекименов. Или как лев, 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 кигрица, ну, кигрица, по-моему, это. Левия – это львица, да. Миекименов. Кто поднимет тебя? Ну, то есть образ такого отдыхающего исполина после победы над врагом, о котором кто не может поднять. На слух, вот, без слова, равац, у вас что-то, аллюзии какие-то есть? Нет? Что-то не приходит. Помните про Каина и Авеля? Когда после того, как Каин убил Авеля, ему Всевышний говорит о хэд ровец. И вот там тоже вот это вот ровец очень сильное обозначение. Почему? Потому что как бы хэд в образе как бы животного, который всегда подстерегает тебя или вообще человека. Да, вот такое, что вот этот вот наклонность к убийству со что-то, вот эта вот ревность и все сильные чувства, они могут превращать человека, вот его этот хэд, он ровец. И вот там вот это вот очень сильно, потому что хэд это не животное, оно не может шевелиться как бы вот это. Но вот там это вот действительно, но здесь это прямо по месту, поскольку это имеет отношение как бы к Коре, то есть вполне понятный как бы образ описания. Но и тем не менее, как бы Раф Шензайс нам поясняет, читай, Корея. Да, Корея а ровец бим кумо, ве шейно мэ уньян лэйт гарут бо. Лэйт гарут бо, да. Лэйт гарут бо. Переводим. Как лев лежит на месте его. Ну, лежащий на своем месте, где хочешь, там и лежит, никто ему не указывает. Вы ишь. Ишь и но мэ уньян. И нету никого, кто хотел бы его спровоцировать. Ну да, никто его не провоцирует, как бы никто его не задевает. Лейт гарут, это в общем, как ты сказал, Лейт гарут? Провоцировать. Ну, провоцировать, да. Никто его не дразнит, никто с ним не связывается. Это называется лейт гарут, да. Таким же образом выходит имя иуды. Ну, шам о шаль иуда, я думаю, слух о иуде, что-то типа этого, что иначе невозможно перевести. Как я цэ шам о шаль иуда. Да, как о колене. Вот у них есть образ таких, пока этих, колена богатырей, в общем, таких мужественных. Да. Так, и его страх. Да, и страх, в смысле, похотом насыщен, что его страх. То есть страх перед ним, если по-русски перевести. Да. Да, овладевает. Не, не, подожди, и поль упадет. Упадет на. Упадет на. Ну, соседник или как угодно. Но дословно и поль. То есть страх перед ним упадет на его окружение. То есть вот в его окружении, видимо, кто-то, кто хочет с ним связаться. Но он такой крутой, и у него как бы символика такого мужественного, сильного этого, как Ария, что никто с ним не будет связываться. И страх перед ним, он по-русски это овладеет, наверное. Но дословно на иврите это упадет на его окружение. Дальше. Так. Это всегда, это как бы тоже по-русски это понятно. Эвер это более чем это переход куда-то. Поэтому ме-эвер это более того. Ме-эвер это более того. Ме-эвер лы-какш это более того. Мало того, что с ним никто не будет связываться. Еще что дальше? Мало того, что Иуда будет коленом богатырей все дни его. Да. Не оставит силы его, что ли, как-то. Нет, почему? Ме-эвер лы-какш и иуда и ешевет гибор кулемов. Ну да, ты правильно сказал. Значит, более того, сверх того, что колено Иуды будет все жизни, все дни его, оно будет коленом, ну как бы, гиборим, таких сильных, мужественных, как угодно. Ну как-то по-русски эти богатыри, три богатыря. Ну вот типа этого, да. Я не могу как бы найти правильное выражение, да. Ну хорошо, дальше. Ло-Я-Сур-Шевет. Нет, коленится колено. Ло-Я-Сур-Шевет. Шевет в данном случае, его травшиза говорит, шарвид. То есть у человека, который обладает властью, в те времена, в отличие от сегодняшней, ну может тоже какая-то символика есть, да, был шевет, шарвид, это посох, либо жезл, как угодно. То есть вот что-то такое, типа, ну, палки, только в более таком... В таком красивом выражении, да. Вот от него, Ло-Я-Сур-Шевет, значит, не отойдет скипетер. Ну, да, можно сказать по-русски, да, скипетер не отойдет от него. В смысле, что у него никто не отберет власть. Такая идея. Шарвид. Шарвид Ашилтон Мюуда. Ну да, как Аня правильно сказал, Аня правильно сказать скипетер. Такое красивое русское слово. Ну, не русское, но не русское. Я смеюсь, ну, конечно, не русское, но, наверное, то я вообще не знаю, куда-то, но мы знаем. Ну, жезл, да. Ну, русское, скорее всего, желательно. И петр власти от Иуда. Да, окей. Умэ хоккек, мэкшир, макшир, тива шиво, михтавим, гам хоким. Ну да, вот это интересно. Неблейрагав, да. Интересно, что вот мэхокк, современном иврите, это... Тот, кто занимается... Законотворчеством. А, законодатель, вот. Мэхокк – это законодатель. Значит, в Израиле мэхокк – это кнессер. Там сидят 120 человек, которые... Главная идея которых – это, значит, вот создавать законодательство. Ну, не знаю, аннулировать старые, если это надо, принимать какие-то новые. Ну, вот интересно, что здесь, наверное, чтобы это было симметрично. Значит, Равш Сензальц говорит, что это макшир. То есть это... Это что-что? Не-не, это не основывается. Инструмент. Например, канцелярский магазин на иврите – это макширы ктива. Макшир – это инструмент. Это аксессорис какие-то. Это называется макширир. Хотя нет, аксессори – это все-таки авизарин. Макшир – это то, с помощью чего человек делает кошерным для того, чтобы что-то такое делать. Макшир ктива – ну, вот, по-русски это называется предметы для описания. Но здесь он говорит, что это макшир ктива. Шибоних тавим гам хуким. То есть, скипитор вот у нас был – это символ власти. А есть еще символ законов, законодательства. Так вот это вот слово мэхукэк. Шибоних тавим гам хуким. Что с помощью записываем законы. Законы, да. Мибейн Роглав. Немножко странное выражение, да, от его ног. Почему тут в наградке не ногами пишут, да? Но, по-видимому, так было принято говорить. Сейчас это не очень понятно, что у человека между ног, почему у него должно быть как-то никаких ассоциаций, не вызывая. Ну, поэтому… Мизаро. А, Мибейн Роглав имеется в виду, что это он… Потомского, да. Законодатель, его там переводят от чресла его. Ну, детей-то не делают. Ну, да, да, да. Чем детей делают? Чем детей делают, правильно. Вот это уже более понятно. Окей, дальше. Проявители, которые выйдут из него, привяжут… Нет, нет, почему, легко это как бы устанавливают, установят законы. Да, установят законы и продолжат управлять народом по слову его. Правильно. Правильно. Играат. Ну, Играат – это слово «караэли». Да, то есть «соберутся», да. От слова «баяхэль». Да, окей. Ну, вот интересно, что «шело» в том смысле, что… Ну, как бы на слух сразу человек говорит, имеется в виду, что пока не придут в «шело». «Шело» как бы не граждает место, правильно? А он как бы здесь объясняет, говорит, что нет, вы не думайте, что прямо вы, прямо вы про «шело», а это «шело» имеет в виду «гоэль», да? «гоэль» в смысле… Да. Спаситель. Ну, да, освободитель, царь, шиаколь, шело. Да, царь… Ну, шиаколь, шело имеется в виду, что… Которого все. Ну, то есть самый классный крутой царь. Который, видимо, разруливает все ситуации, наверное, так. Аколь, шило. Значит, вот это нам объясняет, что такое… Вот здесь вот «шело» – это не географическое место, ну, по линии, которая идет Равштин-Зальц. А имеется в виду такое интересное, да, «шело» – аколь, шило. Почему «шело»? Потому что «аколь, шило». Дальше. Умисавив. Умисавив лё хикхат. Да. И окружит его. Ну, я думаю, мисавив, народ, все, что окружает его, оно, как бы, к нему соберется. И в видцу Амин. Все народы, которые вокруг него, они к нему соберутся. Ну, то есть вот здесь образ, как бы, начальника правителя. Сначала с описания, ну, как бы, природного физического льва и все такое. Да, а теперь уже на уровне, как бы, человеческих отношений, что у него будет скипетр, он будет законодатель, он будет, как бы, правитель. И правитель должен быть кем править? Правильно. И, соответственно, все, которые вокруг него народы, они к нему, как бы, соберутся, он будет ими править. О, вот такое объяснение. Ну, Амин имеется в виду не народы, народы мира, а Шевет Иуда, да? Колено Иуды будет управлять народом до прихода Машеха. 100%, правильно. Окей, ну, хорошо, начинаем. Передаю. Лёнь, ты можешь читать? Лёнь, ты с нами случай? Я с вами два раза. Давай. Вомикан на Браха Клалит. Я отсюда кубшу Брахе. Да. Ассири Легефен Иро. Да. Башевет Иуда, ихшеру от Айр Легефен, очень сложный образ. Я тоже не очень понял. Айр Легефен Иро. Виноградные лоза, что-то... Ну, Ассири, привязывающий или... Привязывающий. Да, привязывающий. Виноградные лозе своего. Иро, это еще... Нет, это маленький осел, осленок. А, да, осленок. Ладно. Что-то здесь ничего не написано про ослов. Ну, даже что-то... Ну, в словаре такое слово есть. Откройте какой-нибудь перевод. Танаха, да. Написано, написано. Вот, пожалуйста, перевод ради бога. Да, я что-то такое помню. Он привязывает, привяжет к виноградной лозе осленка своего. Вот он перевод ради бога. Иро, это осленок. Наверное, да. Да, да, да. У него даже там подставлено под это слово следующая строчка знаки. Наверное, это осел от слова реветь, мычать, может быть, от этого. Типа, на, может быть, не знаю. Я думаю. Ну, как я читаю, в колени его, да, будут привязывать осла к винограднику и не будут бояться, что он его скушает. Да? Ну, попортит. Попортит, да. Потому что у него этого виноградника будет много. Ну, да, у него будет много. То есть, он не будет бояться, что этот осел он ему попортит на грани. Ну, хорошо, да. Ну, вроде так. Вели строка, вели строка, леонав, агэф и их шрум. Блин, 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 это еще более круче. Ну, это опять-таки как бы тоже все слово связано с обилием винограда. У леонав, агэф и их шрум, это бни. Бни, атуно. Ну, атуно это слово, атуно это... Это же женщина, это женщина-ослица. Ну, бни, бни, атуно, это дети-ослица. Ну, да. Ну, это как бы поэтическое такое, параллелизм называется, когда повторяется разными словами один и тот же смысл. Да, да, да. Ну, то есть, опять то же самое, да. Повторение той же темы. Да, привяжутся и что? А что они будут делать в вине? Ну, я не знаю, кто стирает в вине. Сам «Богатые люди» или что-то такое был полный кайф в вине стирать белье. Может, и кайф, не знаю. Ну, она объясняет, что у него будет так много вина, что он его будет не только пить, а использовать для стирки одежду вместо воды. Ну, хорошо, да. «Бедам, ановим, баяен» и «капсу» – это «сото». Ну, «сото» – это «ктуто», да. Но это опять повторение того же. «Сото» – «багадав, да». Опять в крови виноградника он будет все стирать. И у него будут красные глаза от вина и белые зубы от молока. Страшное зрелище. Красные глаза от вина. Посмотри на алкашей. Здравствуйте, Лавдин, слиха Лавдин. Ну, здравствуйте, они глаза. Ну, не знаю, да. Но такой образ, такой образ, да. Да, еще, да, еще, и еще стирает белье в вине. Ну, не было стиральных порошков, поэтому нужно было какие-то средства, которые разъедают грязь. Поэтому, может быть, это была чисто кислота. Вино же это кислота какая-то. Она там разъедает. Да, это да, но время нам помогает для стирки. Ну, хорошо. Я читаю дальше или я передаю? Да, читаю, читаю. Кан фурек, Яаков, мисседер, битатам-шильбаним. Тут Яаков отходит от порядка рождения своих сыновей. Да. Эдбанэя шиллея у Игдим, Игдимэя шисход. Выбакэр вныле Игдим энцболун в Исахар. Значит, он упоминает сыновей Лея перед сыновьями детьми наложниц, а Зулуна и Сахара перед ними из них. А Фальпиши и Ладам из Сахара Кадма. Несмотря на то, что Сахар родился раньше, чем Зулун. Ну да, то есть тут хронология, она нарушается. Да, а что про Зулуна? Зулун будет отстрадаться у воды, и он на бережье. В бережье, берег кораблей. Ну, в гавани, в пристани. В гавани, да, в гавани. Зулун будет управлять. Ну, не Иднахель, но близко. Будет поселиться на побережье. Ну, получит на отдельный участок, да. Да, в Эль-Кито. Эль-Кито, да. Эль-Кито, да. Цидо, Шеляшевет, Тагия, Аль-Цидон, Шехен, Уи, Шелбет, Фунарец. И, как бы, они будут, как бы, цидо, Шеляшевет. Аль-Кито, в смысле, часть его Шебета. Да, дойдет до Цидона, что оно находится на севере страны. Ну, да. А Цидон, а я Маос, Могдам, Ирши. Только не Меоса, а Меаз. Меаз. Меаз у Мекеден. Меаз у Мекеден, да. Да, ну, всегда. Из Израиля. Ирши сахарьини. Большим морским портом. Просто морским портом. И так я... Хорошо, но ты все придумал. Я тут написал. Сахарьини, сахарьини. Ирши сахарьини. Это морская торговля. Порт называется по-русски. Морская торговля? Хорошо. Портон называется. Лень, ты заврался совершенно. Ну, хорошо бы с этого. Сах? Хорошо. Городом морской торговли. Убедил. Вот это да. Вот это ближе к тексту, действительно. Возможно, что зволун, которые находились близко к Цидону, были связаны с ним торговыми отношениями. Так тебя устраивает? Да, замечательно. Связаны торговыми отношениями. Ну, подчеркиваю то, что все знают. Город наиболее женского рода. Женского рода. Поэтому это вот ба, это к чему относятся? К городу, к Цидону. Цидону, ну да. Окей. Ну, хорошо, перейдем к Цидону. Я отдаю, ну раздуй. Вот это я. Вот это я. А ты слегка, да, давайте. У меня все перепуталось список. Так. Исахар. Хамор Гарам. Исахар осел костицкий, получается. Бааль, Бааль Ацмут Гдалот. Как бы хозяин больших костей, получается. Бааль Ацмут Глот. То есть он когтистый и костистый. Вот, когтистый и костистый. Костистый. Ровец Бэйн Амишпатайм и лежит между, как это сказать, Гдород. Возлёг между оградами. Мерлотсон, да. Между оградами, да. Между загонами. Ну, загон для скота, вот так. Да, между загонами валяется. Да, между загонами. Так. Мекомот Мирэ. Место пастыща. Где пока... Исахар. Мегулэм Беатсмаут Хамор Хаёшев Башалва. И, значит, Исахар как бы воплощён посредством осла, который живёт в покое. Лежит, ну, находится в покое. Замечательно. Вот одно слово хочу обратить внимание. Голем. Помните, да? Голем из Прага. Из Праг. А, это что-то такое, какой-то, ну, зародыш. Как на эваке. Да, а что на современном игре, что означает, например, Хомер Гольми. Полуфабрикат. Ну, что-то недоделанное какое-то. Да, Голем это вот, это то, вот, изначально. Неокормленное, недоделанное. Да, неокормленное материал, с которым что-то делают. Поэтому, например, то, что по-русски нравится полуфабрикат, это Голем. Поэтому. Сырьё, сырьё. А, сырьё. Да, да, да. Да, да, да. Вот, например, нефть Гольми, это сырец, то, что называется. Правильно? Поэтому... Из Прага, как это сказать, создание, да. Вот он называется Голем. Потому что он, как бы, не самостоятельно функционирующий, а у некоторых роботный вариант. Кстати говоря, в современном игре тоже есть, хотя в какие-то последнее время я, честно говоря, меньше этого слышу. Но раньше ты говорила, а та к Моголям. То есть это чурбан вообще, то, что по-русски называется. Но вот мне сейчас в голову пришло. Окей? Так. 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 Значит, так, так. Так. Мегунееду. Мегунееду. Офи-мегунееду. Это значит, что это оскорбительный характер. Это не порицательный. Это имя или название или образ в то время не носило такого порицательного негативного характера. Ну да. Образ чего? Ну, этого осла, который лежит. Ну да, то есть сейчас человеку говорит, ну ты хамор. То есть это человеку вообще говоря оскорбить. Сказать, ну ты осел. Прям как по-русски. Только еще круче, потому что на ослы не каждый день встречаются где-то в Москве, предположим. А здесь ослы как бы в Израиле на каждом шагу верны. То есть и среди людей, поэтому тоже. Ну и животные. Поэтому здесь сказать, что это хамор, это вообще, да-да-да. Это значит идти на какой-то конфликт. Но он говорит, что тогда это не было оскорбительным. Дальше. Так, вы яр мануха китов, вы эт агарцки наама. И увидел покой, что он хорош, и страну, и страна, что она приятна. Земля, что она прекрасна. Ну он же как бы валяется здесь. Он как бы обеспокоился. Он нашел хорошее место для отдыха. Ну как бы он лежит между этими загонами. Такой кайф. Такой кайф. Поэтому да, окей. Так, агун имцэ браха. Минцэ браха. Вэонэк. Бэмену хато. Увэ арто. И он как бы обрел нашу благословение. Найдет. Вот еще, да-да. Найдет, да. Обретет. О, обретет. Обретет благословение. И покой. И он наслаждается. Ну, отдыхом. Да, и будет кайфовать вот от отдыха в своей земле. Да, да. Лэруф, лэруф ло, юце, лэмэль хамот, гдолот. Лэруф, ло, как это? Лэруф, ло, как это? Большей частью не будет выходить. Не будет выходить на большие войны. Не будет выходить на большие войны. Лэ и е с самэх бэ халко. И будет она оборот. Самэх бэ халко это тоже такое выражение. Слаждаться своим, ну, делом получается. Своей участией. Самэх бэ халко. Участия, которая кайфует от того, что у него есть. Окей? Хорошо, господи, понял. Вэд шахмо лэ своль, и как это переводит, преклонил плечи свои для ношения, для ноши. Вэд, это, ну, да, от птицы. Птица, вот, как бы, ну, не знаю, полет. Что такое вот это птица. Подожди, а какой птица-птица-птица? Ну, да. Даже от те птицы-птицы-птицы. Нет, вэд, это, ну, глагол означает еще склонить, да, и та, и та, и клонить. Вэд шахмо, и шахмо это плечо. Вэд шахмо лизболь, да, ну, а здесь он переводит ласэт масса. Ласэт масса для ношения ножек, ношения ножек. Ну, да, преклонит плечо свое для ношения поклажа. Хамор и сок гамшевит. Да, сок, да. И сок гамшевит из сахар вадут оклоет. Оклоет, да. Как хамор, колено из сахара занимается, будет заниматься, ну, как сельскохозяйственной работой. Да, сельскохозяйственной работой он был, так говорили. Вэ и е ламэс уэт. Ламас уэт, да. И для выплаты, для уплаты дани работает. И станет налогом для тех, кто проходит число, дословно. Стало работать, нет, у меня вот так, стало работать по плату дани, почему. И е ламэс, мэс это, ну, налог, да, налогу вэт, вэт работает, работает для, будет, для налогов. Подожди, ну, посмотри, что Штанзанцк пишет. А, ну, подожди. А, подожди, а что, что пишет? Вот, а кнааним, ше, и шару, фанахалато, я лу, лонэ, мэс. Мас, да. И кнааниты, кнааниты, кнаанцы, которые останутся в его наделе, будут облагать его налогом. Хорошо. Либо они будут платить ему дани. Да нет, а лу, лу, возложат на него, возложат на него налог, получается. То есть, наоборот, он же им еще и платит. Лу, лу, мэс, ну, может быть. Вы е лы, мэс, о бэд. Может быть, может быть. Ну, перевод, и будет работать по плату дани, это у меня в переводе в этом написано. А нимши, шару, бэн, ха, лу, лу, мэс. Да, похоже, что да, я лу, ло, скорее всего, что да. Что они обложат его дани. Да. Окей. Ну, у него, в общем, образ не воителя. Какое-то, да, какое-то не очень приятное. То, что он этот, как бы, оплачивал обучение другого колена, они же вместе шли всегда. Ну, вообще-то, говорится, да, что там у них там, кто торгует, кто на море живет, тот торговать будет. А этот будет за него. Я думаю, это когда мы до Иссахара дойдем. Но здесь, говорится, не Иссахара, а Кнаонимцы. По-моему, как образ Иуды был, образ такого воителя. Я жди, мы сейчас уже говорили про Иссахар. Вот Иссахар хонар гагарам. Вот оно, Сахара осел. Сахара осел. Зулон, он будет жить у моря. Сахара осел. Кто-то из них работает, а кто-то учится. Ну да, но это опять Кнаоним, на самом деле. Тут вот есть с этим как бы не то, что проблема. А что с Кнаонимом? Кнаоним – это торговец. Ну, Кнаоним – это торговец. Арубы на халату, я луну маску. Это торговцы в данном случае. Не, ну подождите. Не, скорее всего, которые останутся. Имейте в виду канонские народы, которые останутся. Не, не, именно торговцы. Просто торговцы. Не, ну подожди, мы не знаем торговцев. По-простому написано. А это правильно говорит. Они, которые останутся без гон. Торговцы, которые останутся Куда будем деваться с торговцами Это народы, которые Не все в жизни стрелят Короче говоря, у него образ не воителя А такого кайфовщика, который не выходит На войны Из-за этого, по-видимому, его обкладывают Налог Раз ты не хочешь Наверное, да Наверное, так Что дальше У нас теперь Арслан Подожди, Авар Яков Авар Яков Ледабер Эль Бега Альбна Абна Хабехор Шель Бельга Из сыновей Вот, наверное От сыновей Леи Перешел Яков Пришел Яков И говорит И перешел Яков рассказывать Или говорить Как Сыну первенца Леи Бнабихор Да Первенцу Били Билхи, да Шефах Которая была наложницей Рахеи А дальше Дан Ядин Эт Дин Амо Дан будет судить Свой народ Ну, судиться за народ, я думаю Следуя за тем, что будет Следуя за тем, как это комментирует Раф Штензайз И будет воевать И бороться Ну, готовно мстить Ага Мстить Врагам Ну, врагам или от врагов Да, врагам по-русски Ке-ахар Ке-ахар Да, ке-ахар А ке-ахар Шефтей Исраэль Как одно Из колен Израиля Да Ме-ам-ду Ло Йиполь Мема-ам-дим Мема-ам-адам Мема-ам-адам Шэль-шэ-ар Аш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-тим Да Ма-ам-адо Что такое Ма-ам-адо Его положение Статус Положение Как угодно Ло-и-поль Но это на иврите Так пишется По-русски не сказать Не упадет В смысле, что не будет отличаться В худшую сторону Мема-ам-адам Шэль-ш-а-ш-а-ш-а-ш-а-тим От статуса Других Колен Да Бахэ Таким образом Беках Хадагиш Идгиш Подчеркнул Идгиш Идгиш Yeahков Таким образом подчеркивает Яков Что он относится к детям своих жен И детям, кого наложниц Одинаково, одинаково Равно, Шаве это равно То есть он, можно было предположить Что он сделает некоторую иерархию А именно, поскольку жены выше наложниц То как бы продолжается такая линия То и дети тоже будут выше Однако тем, вот на примере данного Он говорит, что он не проводит различия Что у них статус как бы одинаковый Окей, дальше Есть Как перевести Есть такие, которые говорят Что вот это вот благословление Да, о том, что он будет судиться И отомстит И все такое На ней относится ко всему Шевету Шевету да Эла А только Македедж 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 Концентрируется Сфокусируется Концентрируется Одиночного героя Фокусируется на отдельном Да Китерея Великань Герой Да, вы молодец Герой Это хорошо Да, герой Известным Из колена Дана И кто он Это Шемшон Ну да То есть речь идет не про Витшевы Дана А речь идет про одну Исключительную личность Которая Ну вот боролась За Честь Израиля И так дальше А именно Известная история Шемшона Дальше И Е И будет дан Змеям Лежащим на дороге Можно сказать Шефон Тут объясняется Это что-то Вид Змеи Гадюки Нарисована какая-то Фигня Вон на картинке Типа гадюки Ну скажем Какая-то бяка Короче Ядовитая дрянь Ну да Ну написано Мин на хаш То есть Под вид Змеи Под вид Такой змеи Да Аллей орах Да Ну здесь была Аллей дырх А здесь Аллей орах Да Он будет на дороге А с другой стороны Он будет на этих самых На Тех кто будет Проходить по дороге Аллей орах Это в смысле Орах Это гости Ну гости Ну в смысле Те которые будут Он будет жалить Те которые будут Ну вот проходить В смысле Типа врагов Наверное Анушех Анушех Иквей Мос Сус Да Сус Жалищие Жалищие Коней Короче Ноги Ну да Подковы Или как угодно Эти самые Пятки Ну так не говорится Про животных Лосанчжи Будет их жалить Да То же самое Нет И когда Дальше продолжение Когда он будет Жалить Вот За Ноги За ноги Я не знаю Как вообще По русски Про лошадей сказать Копыта Ну за копыта Там не ужалишь Смотри Копыта Это железное За него Особенно не ужалишь Но имеется ввиду Что Сус Он наступает Чем Ну типа Ну не пятками Я не знаю Как это называется Ну В переводе Просто нога Никаких По русски Начали перевести Да Он будет В общем Жалить за ноги Лошадей Ну так а после Он их ужалит Что с ними будет Вайпольрах Бо Ахор И будет падать Всадник Его назад Ну да И всадники Будут заваливаться Потому что Скалу Он ужалит Да Асус Асус Эйно Махзик Маамад Увин Фило Правильно Амо Не-не Нофэли Мо Рохбо Асус Эйно Махзик Маамад Ну не будет У него возможности Стоять Ну правильно Асус Маамад Держаться Удерживаться И у лошади Не будет как бы Сил удерживаться Или просто Лошадь не будет Удерживаться Унэ Упэ И пропадение Этой лошади Упадение Лошади И падая Или да Или и падая Будет увлекать С собой кого И всадник Правильно Да Давайте Наверное Вот хорошо Как раз Тимофей Давай Дочитайтесь До конца Давай Так Димуй Нахаш Да Макиш Макиш Ромес Ромес Лешимшон Замечательно Значит образ Ромес Жаль Намек На Шимшона Намек На Шимшона Сто процентов Шилло Шилло Яце Лемараха Шилло Яца Шилло Лемараха Цваит Да Белло Амат Берош Цава Эле Паль Лебадо Вейзик Ле Ойвав Бедрахим Йотсот Доффен Сто процентов Так Значит Шилло Который Не выходил На Битву Армейскую Да Сражение Битвы Правильно Да И не стоял Во главе Армии Правильно Но Работал Ну Действовал Скорее В одиночку Да Правильно Партизан И жалил Да Изик Изик От слова Незик Правильно Подчинял ущерб А Да Причинял ущерб Врагам Его Путем Путями Врагим Йотсот То есть Исключительным образом Необычно Окей Дальше На помощь твою Я надеялся Это Перед сном По-моему Читают Да Дальше Дальше Кшияков Рабе Азуно Эт Анахаш Эмтани Эмтани Это Старовущий Огромный Спалинский Анахам Анахам Анильхам Сражающийся Анахам Амеглам Амегалэм Амегалэм Эддан Да Так Яков Значит Видит Введение Его Змея Вот Испалинского Змея Испалинского Да Сражающегося Амегалэм Амегалэм Мы говорили Это опять Это келем Воплощенного Изображающий Или воплощающий Как угодно Да 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 Гу Пана Эль Ашем Да У Викеш Мимейну От Гацала Правильно Он значит Обращается К Всевышнему И просит От него Спасения Правильно Он это кто? Да Ну Шумшон Яков 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 же просит Начинается Предложение С Якова И кончается Упана Эль Ашем Это беду Якова То есть Он Хочет дать Дополнительную Поддержку Ну Либо Всему Шеветудан Либо Отдельному Представителю Шемшону Да И так оно И было Шемшон С последних сил Скрепился И повалился В здание И всех Завалил Да Убекеш Шемшон Правильно Ра Яков Бехазуно Лицат Гурато Шешемшон Да Так Ну Соответственно С пояснением Значит Если мы идем Вот по теме Что Нахаш Это Шемшон Да То дальше Киноязвов Шемшон Который Представляет Шемшона Но тогда Продолжаем Что можно Предположить Да Видит Яков Его видение Правильно Со стороны Силы Ну не со стороны Лицат Это Видит Как Как Он видит Как Мужество Шемшона Так же И что Гамет Масро Да Масро В Инуя Да Да Но так же Его Как бы Заключение Или арест И Заключение Да И нрав И его Мучения И его пытки Они же Ну как бы Глаза Ну да Так дальше Да Балькен Балькен И Палель И Шуато И поэтому Молится О его спасении Окей Ну хорошо Я предлагаю На этом закончить Песеда Давайте На этом Тогда Закончим Окей Ну хорошо Мы тогда По-моему Хорошо Продрались Через этот Довольно Сложный Текст Ну по-любому В общем Мы по-моему Достаточно Поняли Основной Смысл Брахот Который Говорит Яков В следующий Раз Божьей Помощью Это Добьем Ну то есть Через раз Добьем Это И начнем Следую Окей Хорошо Все Тогда я Остану